Здрасте. Сейчас мы с Вами приготовим пожрякать. У нас тут есть рис, рыбка, по-моему это форелька, купуруска, огурчик и яичко. Спасибо. Если кто-то где-то опит, это соседи на улице что-то так, видимо, свои соседские дела выясняют, такая хренатень привезла из деревни, ибо там она сейчас уже больше ни к чему, наверное, ну как бы там Маруся в основе готовила-то, да, но Маруся в последние годы жизни особо там не бывала, да, как-то и не готовила особо, естественно. У нас там такая конкретная весна, я просто уверена, что уже не будет никакого снега, потому что чувствуется, что весна. Прямо вставила бы еще у дома, уже можно на велике кататься, учитывая, что я поздний, не знаю, как сказать. Каталась я, короче, когда уже был ноль или типа того. До меня не сразу дошло, что уже люди-то как бы не катаются, ибо холодно, хотя снега еще не было, но было уже холодно. Думаю, одного яйца нам тут хватит за глаза и уши. Все, у меня там горка посуды. Ну, не такая, бывает и больше. Не такая, чтобы горка, скажем так. Рис. Я чуть не заметила, сколько я его вчера варила. Возможно, я его даже слегка переварила. Это можно уже убрать в бойку. Сначала я хотела сварить тилопию и покромсать ее туда. Можно литочку протереть. Как-то странно этот огурец пахнет. Какую-то слишком зеленью. Хотя никогда иду особо так не нюхал. Мне что так радует. Даже негативная женщина в предыдущем, в постпредыдущем видео, этот обзор хаты номер два, ничего такого негативного не сказала. Сначала написала, типа, а-а-а, привет СССР. Потом, смотрю, изменила. Потом, смотрю, да изменила и сказала, что типа ей было интересно себя посмотреть. Может, обострение весеннее уже отваливается. И люди снова... Ну, может, она выспалась вообще. Выспалась и поняла, что как бы все хорошо и не надо гадить людям. Одобрела. Хотя, русское словечко раздобрело, обычно, ну, был такой тощий человек. И вот он раздобрел. То бишь, стал жирный человек. Не знаю, как там у нее вот с этим, в этом плане. Так, нам надо теперь куда-нибудь убрать придется. Вот это вскрыть. И слегка слить, скорее всего. Да. Так как у меня, моя любимая мисочка, в которую обычно что-то вот такое кладу, с баночем, занята какой-то сладкой фигней между из сахара молотого миндаля, много молотого, и этих самых белков яичных, застывшие, то надо будет потом половину переложить. Салатами не люли. Удивлюсь, если никто так не делал. Я даже не уверена, что это. Ну, как бы, как говорит подружка Маша, из хороших продуктов плохого не будет. Как-то так, по-моему, она говорит. Ну, суть такая. Я думаю, что да. Учитывая, что когда я жила в бабушке, я иногда смешивала такое, что, ну, как бы оно не смешивалось. И делала салатик. Фигня. Пойдет переработку. Нужно пока крышечкой закрыть у меня крышечек. Вот, вот. Закройся. Что заметила, когда очень редко поешь, а я сто лет, говорю, ничего такого не пила, вообще ничего не пила, то молот даже не разрабатываемо, типа не репетируя, да, не распеваясь, можно долго ноту держать. Потому что, когда меня кот достает заранее, орет, сам не знает чего. Я ему, как бы, отвечаю. Каким-нибудь звуком. Сегодня оказалось, что я могу довольно долго какой-нибудь звук держать. Но на то, на кота по детству он перестал орать. Ну, чтоб птик вообще пойму, что он орет, что он хочет. Рыбка. Так как я стабильно забываю салатики посолить, ну, или, если там использую какой-нибудь соленый ягурчик, и что-нибудь другое солененькое, а то солить вроде как бы не надо, да. Здесь у нас будет солененькая рыбка. Как хорошо убрал кота в переноску. И никто не коммунизит у тебя рыбу, и не пытается ее коммунизить. Все, он у меня покушал, сходил в дому кошачью. Я решила, что, раз он уже сходил в дому кошачью, его можно в переноску сунуть. Приспокойненько. Сейчас мы это как-нибудь поревуем. Кто-нибудь скажет, что у меня ножик тупой. Вообще, не знаю как рыбу, но все остальное он хорошо режет. Может, для рыбы он тупой. Но я не умею их точить. У меня вроде была такая штука, но, по-моему, ее забрали, потому что она была дедушкина. Как ее юзать, вообще без понятия. Сюда мы, может, еще прошли бы эти помидорки, но помидорок не вам. Я сначала думала майонезиком, а потом что-то хозею как майонезик. Как он с этим сочетается, с этой рыбой. Не дядь ли вообще рыбу с майонезиком соленую. Поэтому я решила с подсолнечным маслом. Вот этой вот бутылки, я уже полтора года ее юзу, никак не даю. Наверное, надо мешать, когда зацеплю. И вот смотрите. Я считаю, что вот этой крышечке вполне хватит на это все. Слегка простурился, что ли. Теперь, я думаю, можно перемешать. Я вчера хотела купить какой-нибудь такой качанчик колпусты, из которой салаты делают, но что-то она глянула на нее, она мне как-то так не очень понравилась. Да, вот сюда еще можно помидорку. Помидорки видела, но не поняла. В общем, цена была от каких-то одних помидорок в магните. Сами помидорки были вообще какие-то, то ли незрелые, то ли так и должно быть. Я решила ограничить с огурцом. Похож ли этот огурец на огурец? Причем у нас одно время, года два, наверное, подряд у нас выращивала родня огурцы такие длинные. Сначала по всем огородам и садам такие выращивали, на улической ярмарке потом были, а потом они уже продаваться стали. Изумрудный дождь как-то назывался. Они по большей части были такие длинные и кривые. Кукурузинка. Я, может, потом суло добавлю еще и майонезико. Так-то вроде ничего. Наверное, надо или масла побольше, или все же майонезико, потому что суховато как-то. Либо сочетание с лицом напоминает эти самые роллы, только без возраста. В общем, вот такой салатик. Вот он, наш салатик. Всем приятного аппетита! Всем спасибо за просмотр! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok